Ну что, друзья, это будет первая игра, которую мы сегодня с вами посмотрим для PlayStation VR, для шлема виртуальной реальности. Зрители попросили меня оценить то, как будет выглядеть обычная игра, не поддерживающая шлем виртуальной реальности. И выбор пал как раз-таки на GTA 5, потому что это наиболее реально выглядящая игра на сегодняшний день. Напоминаю, что поддержки PlayStation VR пока нет, но мы посмотрим в любом случае, как она будет выглядеть. Да, кстати, и вот здесь вот в этой игре сразу же возникает вопрос регулировки экрана. То есть, естественно, вот я сейчас вижу, как будто бы сижу где-то на пятом ряду, пятом-шестом ряду кинотеатра с большим экраном. Можно сделать еще больше. Не знаю, стоит ли это делать или нет, но однозначно то, что нужно сделать, это сделать вид от первого лица. Выглядит крайне неплохо, надо признать. Гораздо лучше, чем много проектов всякой ерундыстики. Они должны явиться джентльмен, так что иду из дома. И вы знаете, ну, как бы 3D какого-то эффекта нет, но то, что хотелось бы отметить, то, что ты реально как будто бы сидишь в кинотеатре играешь. То есть, представьте себе ситуацию, чтобы понять меня, лучше всего понять меня, это вы сядете в кинотеатре и будете играть в GTA. То есть, вас пустили в кинотеатр поиграть в GTA, представляете? Круто? По-моему, очень. Так, окей. То есть, все, что я делаю головой, оно не отражается, естественно, здесь никак, но ты реально играешь как на огромном экране. Есть ли в этом какой-то профит или нет, сомнительно, не знаю. То есть, если вы хотели бы попробовать поиграть в большом кинотеатре в GTA, то да, конечно. На машину попробовать сесть, наверное. Какая-то разница в какую. Ну, естественно, когда ты будешь лететь, наверное, прыгать с парашюта, наверное, круто будет. И тем не менее, вы знаете, немножко эффект укачивания, он существует здесь. То есть, игра не статичная, конечно, и эффект укачивания, он есть. Как отключить вообще радио-то? Да, вот так лучше. Но экспириенс очень интересный. То есть, если проходить от первого лица, то очень необычно. Надо привыкать, конечно, вести VR-ку, подкачивать. А, знаете, еще основная проблема-то в чем? То, что игра идет в 30 фпс. Желательно, конечно, тестировать игры на VR, которые идут в 60. Это очень важно для комфортабельности. Поэтому, не знаю, на мой взгляд, такое удовольствие сомнительное, но очень интересный опыт. То есть, естественно, покупать шлем ради игры в GTA 5 не стоит. Надо тестировать игры в 60 фпс и с фидом от первого лица. Вот это тогда, да, круто. Например... Ну, не знаю, Battlefield, к примеру. Battlefield будет нормально, наверное. Как-то так. Очень интересно.